Исабель Маркешда Силва предлагает обсудить будущие отношения с Европейским Союзом, Соединенного Королевства и его правительство под руководством Терезы Мэй. Собеседник нашего корреспондента – профессор политологии Уорексского университета Линкольн Алисон. Он вышел на связь с брюссельской студией. Какого рода переговорный стиль может ЕС ожидать от Терезы Мэй? Ее называют то сложной женщиной, то новой железной леди. Ей придется сидеть напротив немецкого канцлера Меркеля и президента Еврокомиссии Юнкера. Вступление Терезы Мэй в премьерскую должность произвело успокоительный эффект на финансовые рынки. То, что она мягко выступала за сохранение членства в ЕС, позволяет ожидать проявления на переговорах доброй воли. Хотя это будет зависеть от того, как вы сказали, кто будет сидеть по другую сторону стола – Еврокомиссия или более широкая европейская переговорная группа. Тереза Мэй упомянула о своем желании ввести в действие статью 50-ю только в начале 2017 года. Но Евросоюз уже требует от нее сделать это как можно скорее. Почему она хочет задержать и может ли она задержать этот процесс? Я думаю, что большинство людей услышали президента Еврокомиссии, который пожелал британскому правительству действовать как можно скорее. Кроме того, Жан-Клод Юнкер заявил британцам «Не вам указывать нам, что нужно делать в таких условиях». На самом деле, за такими словами скрывается отсутствие четкого представления о том, как будут обсуждаться на переговорах о выходе Британии из ЕС доступ к единому рынку и какой вид миграции будет разрешен. Это правда, что Тереза Мэй выступала за сохранение членства в ЕС, но теперь она настаивает на том, что Брэкзит означает Брэкзит. Повлияет ли этот сдвиг в ее позиции на ее стратегию в отношении, например, таких вопросов, как миграция? Да, безусловно, повлияет. Миграция – это ключевой вопрос. Англия – самая крупная и процветающая англоязычная страна в ЕС. Она притягивает к себе мигрантов. И это стало для многих местных жителей главной политической проблемой. Но я не думаю, что вследствие Брэкзита права жителей 27 остальных стран ЕС приезжать на работу в Великобританию или даже в Англию, если она станет независимой страной, являются предметом переговоров. Спасибо, Линкольну Алисону, профессору политологии Уоррихского университета. Хорошо, спасибо. Спасибо.